Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И говорим об интересных событиях и людях, которые работают и живут в городском округе Люберцы. И сегодня у нас в студии гость необычный, велопутешественник Алексей Курлуков. Здравствуйте, Алексей! Дурый. Ну, велопутешественник, ну, господи, сейчас, после того, как по стране внедряется велосипед повсеместно, и там, где даже очень холодно бывает, люди всё равно пытаются пересесть на, наверное, второго или первого железного коня после лошади, я так понимаю. То есть велосипед пытается внедрить в нашу жизнь. Но Алексей не просто велопутешественник, человек уникальный, потому что он 13 тысяч 10 километров проехал вот на этом велосипеде, который здесь у нас находится в студии, и совершил сумасшедший велопробег Люберцы-Владивосток. Совершенно верно. Не верю. Вот не поверю, не един. Я когда в детстве катался на велосипеде, ну, да, там, молодой организм, всё понятно, без рук, там, как угодно мы это делали. Ну, как сейчас тоже пацаны на всяких разных моделях, там, и прыгают с него, и чего только не делают. Но когда человек уже в зрелом таком творческом, спортивном полёте садится на машину и отправляется во Владивосток, зачем? Ну, немножко заболел, скажем так. Кто на вас подвигнул на это? Ну, это люди знакомые, это, в частности, интернет. Вот. То есть где-то что-то смотрел, узнавал, общался. Это моё третье путешествие, и мне хотелось куда-то далеко поехать. Первые два куда были? Первый это был в Минск два года назад, а в том году в Финляндии в Тампоре ездил. Тоже там 12 дней, 1400 километров получилось. Вот. А в этот раз мне захотелось поехать на Байкал, то есть это мечта детства была. И посмотрел как бы глобус, ну, Байкал, Владивосток, всё рядом. На Альхоне были? Нет, я не доехал до Байкала. А, не доехали? То есть с чего началось ваше знакомство с велосипедом? Это с детства или вот на каком-то другом этапе вдруг? Ведь согласитесь, что когда-то слово «велосипед» сначала, вот моё время, да, это была так, ну, штука такая. Хочется ребёнку велосипед, хочется там молодому парню. Потом они сдавались в подвал, стояли, ржавели, там им практически никто не пользовался. Ну, или там в деревне, либо в селе где-нибудь, да. Потом пауза, и через какое-то время начинается активное велопроизводство. Велосипеды приходят сюда, сейчас их море. Мы, кстати, отдельно тоже об этом поговорим. Чего покупать, чего не покупать, как вы считаете. Как сейчас принято говорить, вы теперь велоэксперт. Вот. У вас когда произошло это велоувлечение? Ну, в детстве это понятно, да, как у всех, потом, соответственно, перерыв. И в 2011 году вот я купил, и вот с тех пор как бы катаюсь, улыбаюсь. Вы именно этот велосипед купили? Ну, там ещё два месяца был другой, вот, он был намного попроще и подешевле. Соответственно, я его продал, мне он не понравился, а да, как бы тоже потом тоже купил. Дальше вы уже подбирали велосипед под какие-то конкретные цели, да? Или просто получше? Мне хотелось, да, что-нибудь такое. Ну, дёшево, надёжно, сердит, скажем так. И хотелось большими колёсами, чтобы накат был побольше. Тогда накат побольше? Да. То есть вы за рекордом уже изначально пытались идти? Нет, не за рекорд, потому что я знал, что буду ездить на работу. Тогда я работал на проспекте Мира, это 26 километров в одну сторону. И хотелось как-то быстро и комфортно всё это продлевать. Сколько надо было выезжать, чтобы... За полтора часа. За полтора часа? А так, если с пробками, со всеми делами, я бы не на велосипеде. Тоже полтора часа. А так на велосипеде легко. Конечно. В шлеме? Тогда ещё без шлема ездил, хулиганил. Понятно. А вы, если не секрет, кем работали или работаете сейчас? Сейчас пока ещё не работаю, ещё пока после путешествия не нашёл время. Сколько, кстати, продолжалось ваше путешествие? Ровно пять месяцев. Пять месяцев. Наш гость Алексей Кукурлуков совершил велопробег, Люберцев, Дивосток. Пять месяцев он продолжался. Давайте зафиксируем, это очень интересно. Вы ушли с работы или просто не было у вас в это время работы? Нет, она была до этого, я уволился, потому что на такое время никто не отпустит. Вот так взяли, просто уволились, потому что хочу на велосипеде покататься. А это работа, которая на проспекте мира была? Нет, это ещё очень давно уже была. А кто вы по профессии, если не секрет? Вообще зубной техник, но я не работаю по профессии. Найдите мне ещё одного зубного техника в мире, который вместо того, чтобы зарабатывать миллионы, катается на велосипеде из городского округа Люберцева, Владивосток. Почему? Вы должны сидеть в кабинете, принимать людей и отчитывать деньги. Это же одна из самых богатых профессий. Я знаю, но я как отучился, мне потом не захотелось пойти работать. И я пошёл на разные другие работы. Ну, в принципе, вы можете что-то сделать или уже нет практики такой? Ну, уже очень много времени прошло, поэтому уже надо всё-таки заново всё учить. Хорошо. Ну и тогда кем вы хотите быть сейчас? Или вы будете вот как-то с этим сейчас? Может, организуете какую-то компанию такую? Ну, хочется к какому-то велоспорту себя отнести. Возможно, даже в Люберцах, если это получится, как-то себя реализовать. Ведь много людей, я к чему просто веду, простите, что вас перебил, вот даже по себе, когда вернулась эта велосипедная история, многие это воспринимают как какой-то элемент спорта, хотя надо понимать, что, как ни парадоксально, не каждый человек, ни в любом возрасте, ни в любом состоянии здоровья может пользоваться велосипедом, это тоже нужно учитывать. Но, тем не менее, велосипед в нашу жизнь пришёл, появились велосипедные дорожки не только в больших городах, но и в малых, причём самое смешное иногда в таких местах, где и на велосипедах никто не ездит, но это уже другой вопрос. Но велосипед обретает новую жизнь, новую историю. И есть люди, которые действительно, ну смотрите, велопробеги, в Москве бывают, даже зимние бывают велопробеги, или, например, акция международная, доберись, как она называется, на работу на велосипеде. Потом чиновники нам иногда пытаются показать, им дают на один раз попробовать велосипед, они добираются на нём на работу, ну и там проехать 3 километра нужно, например. Ведь действительно можно придумать какую-то историю. Вот что бы это могло бы быть? Может быть фон какой-то, или общество любителей велопутешествий. Это интересно, я уверен, что здесь даже можно и финансовую сторону смотреть. Вы думали об этом? Ну, финансовую особо, наверное, не рассматривал. А так, в принципе, велодвижение, оно есть, оно как-то создаётся, просто мало об этом кто знает. В частности, у нас тоже в Люберсах есть велогруппа, но о ней пока тоже очень мало знают людей. А почему вам не объединиться? Или это одинокие волки все? Ну, зачастую они как-то создаются по регионам, то есть в Москве там тоже есть разные регионы, то есть в Люберсах есть, там в Коломне, в Рязамне и так далее. То есть где-то как-то вот, а что-то такого, ну, масштабного, ну, наверное, мне кажется, всё-таки со стороны государства это должно. Чтобы вам велосипеды в разных городах предоставляли или что? Нет, ну, хотя бы элементарно, чтобы была развита сеть велодорожек, велоинструктуры, то есть как бы и парковки, и всё такого плана. Ну, или в транспорте. Вот у нас, скажем, по-моему, только в Москве, не знаю, может быть, в других городах есть, и то вот в МЦК можно, да? В МЦК можно, в метро нельзя. А в метро нельзя. Ну, сейчас уже есть там варианты, если разборное и так далее. Но действительно к велосипеду относятся, ну, не замечаете его, правильно я понимаю? Да, очень слабо развита всё это. Сервис не развит, а если и развит, то сервис заканчивается тем, что купите новый велосипед. Ну, и, к сожалению, производители тоже уже начинают хитрить, как и на машинах, то есть какие-то запчасти, они не ремонтопригодны, они просто их под замену. Раньше-то был Харьковский велозавод какой, Украина был, у меня был Украина велосипед, гордость такая, моща. Был велосипед-школьник, был велосипед-орлёнок. Я уж не говорю про маленькие трёхколёсные велосипеды, да? Вот где мы все проходили через это. Ну, хорошо, вернёмся к вашей истории. То есть действительно можно создать такое общество любителей, потому что, с одной стороны, сейчас очень много идёт от власти, что давайте мы людей на велосипед будем пересаживать. Понятно, в большом городе, чтобы не создавать пробки, и вроде как экологические ещё вопросы и так далее. С другой стороны, никто не знает этих подходов. Вот есть у нас специалисты в стране, которые могли бы каким-то образом той же самой власти разъяснить, что вот так надо с велосипедистами поступать. Уже можно о чём-то говорить? Какие-то от вас предложения могут быть? Ну, я думаю, по Люберцам, потому что знаю, как бы всю ситуацию, наверное, всё-таки да. Но опять же, нужно быть компетентным этим вопросом, либо хотя бы, ну, как минимум, жить в этом районе, чтобы что-то понимать. И что вы готовы, например, в Люберцах предложить для велосипедистов? Какие у вас есть предложения? Что нужно? Дорожки какие-то вы уже готовы сделать? Ну, дорожки-то можно всё подумать, как всё это рассмотреть, какие-то куда-нибудь идти и так далее. Но самое главное – это убрать бордюры, потому что здесь их очень много. А бордюры просто, имеется в виду, не все бордюры убрать, да? А там, где перегрузить. Ну, их, да, сделать как бы хотя бы элементарный скос, потому что, ну, это очень тяжело ехать и, соответственно, всегда спускаться, либо садиться на велосипед. То есть, ну, это тяжело. Ну, либо там, где есть возможность вынести дорожку, хотя в небольшом городе это сложнее, наверное, да, чтобы вынести её отдельно на дорогу, на проезжую часть. Есть такие варианты, чтобы в Люберцах сделать? Ну, я как-то не задумывался. Ну, например, в Москве есть, да, такие варианты. Первое, что сделали, там, на Гоголевском бульваре. Они же не работают, там машины паркуются. Ну, я по ней… Нет, нет, москвичи, конечно, уже пожёстче с этим. Я сам ездил по этим дорожкам. Другое дело, что они тоже иногда… Идёт-идёт дорожка, ты едешь-едешь, набираешь скорость, и вдруг она не просто заканчивается, а как бы раз, и нет её. И перед тобой не просто бордюр, а уже дом стоит. Ну, хорошо, вернёмся к вашей поездке. Итак, Люберц-Владивосток, как вы готовились? Как вы… Вот вы уволились с работы, потому что не отпустят никто. И как всё происходило? И почему назначили именно апрель выезд? Ну, потому что, повторюсь, хотел ещё вернуться назад и подразумевал, что путешествие будет порядка шести-семи месяцев. Вот. Но не рассчитал. То есть я думал, что раньше финиширую в Аладике, и будет ещё время, но уже стало прохладно, поэтому уже… И тяжело очень сильно устал. То есть вы хотели дальше Владивостока ехать? Я хотел назад ещё домой вернуться, только полу России. Поэтому я и Байкал оставил как бы на самый конец. Всё, я теперь понял. Вот. Последнее, что сейчас нужно сказать. Есть у велосипеда будущее с точки зрения не только таких вот фишек, скажем, как путешествия глобальные, но и как городской транспорт? Да, я думаю, да. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Напомню, что это программа «Открытый диалог». После чего Алексей Курлуков, который проехал 13 тысяч 10 километров на своём велосипеде, выехал в апреле из городского округа Люберцы, и через пять месяцев добрался до Владивостока. Вот как это всё происходило, что с ним происходило, опять же, на пути во Владивосток, мы узнаем с вами совсем скоро. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Алексей Курлуков, велопутешественник 13 тысяч 10 километров. Его собственный рекорд, скажем так, который он сам-то и побил. Городской округ Люберцы, Тире, Владивосток. Вот за этим Тире стоят эти 13 тысяч 10 километров. Итак, мы остановились на том, как вы подготовились к этой поездке. Велосипед, техническая часть? Велосипед, конечно, да. Всё смотрел, всё смазал, всё чистил. Какие детали приходили в негодность, это, соответственно, менял. И докупал какие-то вещи, которые нужны были. Хоть это и третье путешествие, но оказалось, вещей всё-таки было очень много, которых не хватало. Вот эта у вас сумка здесь, я так понимаю, и техническая, и всё вместе, да? Там, да, для вещей, и для еды, и для всего, что можно. Это не все вещи, которые со мной были в дороге. Сверху ещё было порядка трёх сумок. То есть это коврик, спальник, палатка, и ещё сумка была с всякими вещами, которые не влазили в эти сумки. Ну вот вы выехали из наших краёв во сколько по времени? Ну где-то, наверное, в обед. То есть я не торопился, никуда не спешил. Выспались, всё и поехали. Вот первый перегон, сколько у вас был? Я доехал до колонны, с учётом того, что тренировок было очень мало. Тем более все они были без веса. Мне было тяжело доехать даже до колонны. Ну где-то там порядка 80, ну 80, максимум 100 километров. И всё. Там мне приютили знакомые в гости. То есть это были мои маленькие... У меня было три бонуса по дороге сначала. Потому что на улице ещё в некоторых местах лежал снег. И не хотелось вот эту вот весеннюю свежесть ощущать в палатке. И сколько вы проехали до колонны? Просто интересно сейчас понять. По времени не помните примерно? Вот вы уехали в обед. Ну это только день. Я ночью не езжу. То есть так сложно сказать, сколько часов было. То есть я никуда не спешил. То есть я хочу, еду, хочу, не еду. Хочу отдыхаю. Ну вот когда у вас появилось ощущение, что, ну знаете, как вот, либо надо сейчас возвращаться домой, либо назад уже пути нет. И поехал себе. Наверное, вообще не было. Не было. То есть ехали всё время вперёд. Ну вот ваш маршрут. Вы проехали по России, да? Вы проехали по Казахстану и по Монголии. Что вы увидели такого интересного? Что вас впечатлило? Я так понимаю, вы это как-то всё снимали? У вас есть какая-то архивы? Фото, видео, да. Группа ВКонтакте создана специально для этого. То есть вы сообщали? Ну, каждый день, да, я делился какими-то своими моментами, переживаниями, жизнями. Более подробно, конечно. Ну, увидел много чего. Специально к этому не готовился, чтобы вот ещё больше всему этому удивляться. То есть, ну, я увидел живого верблюда. Хотя я его, в принципе, и так в детстве видел. Но когда вот он рядом с вами находится, это совсем другое. То есть они все разные, как бы по-своему красивые. То есть какие-то такие вещи. Ну и, соответственно, Казахстан. То есть по дороге я понял понятие, что такое воздух. Я не понимал, что это такое. То есть против воздуха нереально вообще ехать. Это очень тяжело. Это не так, как у нас. То есть я сначала с ним боролся, это проезжало порядка 50 километров в день. Хотя у меня, как бы, задача была всегда проезжать по 100 километров. Сильный встречный ветер, 50 километров проезжаешь, но это, можно сказать, что уже рекорд. После этого на следующий день, если он опять встречный, это тяжело. Соответственно, если он появлялся, то это максимум 20 километров, и то это почти за целый день. И уже отдых. Ну а какие-то опасности были по ходу дороги? Ну ладно, верблюд. Но мог бы и не верблюд появиться. Ну, наверное, у меня ничего такого не было. Сверхъестественного. То есть самая опасность по дороге, это все-таки автомобили. Потому что ты едешь по проезжей части, и они все-таки рядом с тобой проезжают. То есть, ну вот это, я считаю, самая опасность. А вы ехали по левой стороне или по правой? Ну, по праву, велосипед же это транспортное средство. Поэтому против встречи. А там, где была возможность, по тротуару ехали, да? Или все-таки старались ехать по дороге? Ну, на таком велосипеде по тротуару очень тяжело, потому что он весь нагруженный, и практически нереально. Ну, как бы реально, но занимает будет очень много времени. А как ночевка ваша была? Вот вы до какого времени едете, да? Потому что надо, мало того, что остановиться, надо расставить палатку. Ну, да, как бы для себя я сделал личные правила. То есть это за два часа до захода солнца уже где-то искать место. То есть если оно раньше находится, то как бы раньше. Если уже поздно, иногда было, конечно, что и за два часа не находил время, то есть приехал, ехал немножко по темноте. И все, да, как бы устраиваешься досуг. Газовая горелка, что-то приготовить. Либо костер для уюта. Там элементарный душ. И отдых. Скажите, вот такой вопрос напрашивается. Почему один-то? А вы поете? Нет, ну сейчас, не знаю, может быть, до Коломны за пять месяцев я доберусь. Но как-то было бы интереснее, мне кажется, нет? Или это все-таки такое? Ну, опять же, очень сложно найти и намышленников, и... Чтобы он ушел, тоже уволился с работы, или она, да, и поехали с вами. В нашем мире уже тут выходные, сложно с кем-то встретиться. Организовываешь встречу. Кто-то приходит, кто-то не приходит. А тут, представляете, на пять месяцев. Да, но ведь это такое испытание. Ну, в какой-то мере, да, наверное. В конце концов, если кто-то сломался или надоело, ну, посадили, вернули. Тут же, знаете, вот как в горы, когда идешь, идет группа, идет впереди, и сзади инструктор. И наступает такой момент, когда инструктор спереди подходит и говорит, что вот сейчас мы с вами принимаем решение. Если мы все идем, если кто-то потом не сможет, по любым причинам, мы все вернемся. Но тот, кто сейчас чувствует, что не может идти, да, наверх, вверх туда, вы можете сейчас уйти вот с этим вторым инструктором, он вас спустит. Да, и очень важно, то есть перед тобой стоит решение. Если ты действительно в состоянии идти, да, коллективность такая, хорошо, но если ты понимаешь, что если ты с тобой что-то случится, не сможешь идти, а горы это отдельная история, то тогда из-за тебя все пострадают. И ты должен принять решение. Решение принимается, часть людей обычно там, ну, процентов 20-30, ну, меньше половины, да, они вот уходят с инструктором вниз, потому что спускать тоже довольно сложное дело. Вот я к чему просто это веду? У вас было желание вернуться все-таки на каком-то этапе? Нет, ну, это уже нет сил. Я скажу честно, что морально я ломался два раза по дороге. Так. Вот это было в Монголии, то есть там закончился асфальт. Вот 30 километров я ехал по стиральной доске, так я дорогу называю просто. Ну, это... Это на машине не особо приятно уж на велосипеде. Ну, как бы, да, там песок, то есть у меня велосипед проваливался, это комары, всякие насекомые. Монгольские. Монгольские, можно так их назвать. Плюс я проколол сразу два колеса, вот, у меня оставалось еще порядка 10. Вот эти 30 километров я ехал где-то около 8-10 часов. Вот, у меня заканчивался аккумулятор, у меня там вода. Ну, почти все было на грани, и вот первый раз я... Я как бы был к этому готов морально, что я знал, что я сломаюсь. Но это ужасное чувство. Вот. Ну, сутки мне понадобилось на реабилитацию, с местными я пообщался, и дальше продолжил свой путь. Но опять там тоже через два дня я отравился, было ехать некомфортно, соответственно, зачастую просто проводил время в палатке. И вот уже преодолев там порядка 100-120 километров за три дня, я уже заехал в поселок с последним укладком воды. Это вот второй раз, мне тоже было морально вот как-то вот некомфортно, не так сильно, конечно, но вот, то есть, непонятно, что с тобой будет. Вот это вот как бы немножко напрягало. Тут еще такой важный момент, что вот вы говорите, аккумулятор, да, какие-то вещи, вода, еда. Вы вот заехали в поселок, вы как с людьми, где вы подзаряжали аккумулятор, где вы брали воду, еду? Ну, вода, еда. Это же такое сейчас ощущение, да, Чакии, там восток, по пустыне, верблюды. Как вы с людьми договаривались так? Ну, не все говорили по-русскому, язык жестов никто не отменял. Вода, еда, это понятно, это магазины, то есть, берешь как бы, ну, побольше. Заряжать телефон, два пауэрбанка с собой, один на 10 тысяч, другой на 20 тысяч. То есть, ну, автономность, это порядка недели. Через неделю надо уже искать розетку. Да, да, то есть, это опять же, в любом случае, то есть, я там сам себя, грубо говоря, не ухожу, это все равно всегда происходит, общение с людьми, ну, вот, какие-то контакты, вопросы. А вы старались по пустынам все-таки, магистралям ехать, или по центровой? По-разному, были разные эксперименты, ну, а в Казахстане просто из-за того, что были тоже очень плохие дороги, я начал экспериментировать, я ехал по направлению. Я просто задавал все направления, куда, в какую точку мне нужно, и ехал по полям, там, вдоль железной дороги, еще как-то. То есть, по своему собственному пути? Да, да. Ну, там какие-то тропки вот элементарные, значит, как в деревне бывает. Ну, вот, вы заезжаете в поселок, ну, например, как говорите, по-русски там говорят, предположим, смотрите, дайте воды, или что, или как. Я тут из городского круга Люберцы еду. Как люди вас воспринимали? Как-то так. Одно дело, когда я из соседнего поселка приехал, как они вас воспринимали? Не, ну, по-разному, зачастую всем было интересно, всех захотели подойти, потрогать, как бы узнать, пообщаться. Вот. Ну, а так все обычно просто, идешь в магазин, покупаешь, но с водой старался как-то все-таки экономить, то есть, это либо где-то попросить, либо где-то налить, там, соответственно, либо в кафе, либо на каких-то ручьях, спросив у местных, можно ли здесь пить воду, потому что, ну, расход на воду финансовый очень огромный. А как вообще с финансами? Ну, хотите называйте, хотите, нет, тут сколько ушло на весь проект денег? Ну, если под ключ, от дома до дома, вместе с подготовкой, со всем с перелетом, вот 104 тысячи. 104 тысячи. За 5 месяцев. Ну, в принципе, так примерно стоит поездка на, ну, хорошо, если на 2 недели, на тот же Байкал или там Петропавловск-Камчатска, это с учетом дешевых авиабилетов. Да? Ну, смотрите, 26 тысяч где-то примерно, ну, у меня ВКонтакте, в группе все расписано, сейчас по памяти, 26 тысяч это подготовка, 55 это исключительно еда, 5 тысяч это где-то примерно ремонт в дороге и все остальное, но это назад уже на возвращение, то есть это самолет, транспортный. Напомню, что Алексей отправил велосипед из Владивостока домой и домой уже полетел, вот, потому что не успевал уже. Последние вопросы, хотя очень интересно с вами общаться, велосипед не подвел, все-таки 5 тысяч, на вас ушло 55 тысяч, а на велосипед 5 тысяч. Хорошая машина. Видите, если 5 тысяч, то все-таки немножко тоже подвел. лопнула спица, не выдержала покрышка на заднем колесе от нагрузки, не выдержала задняя втулка, ну, соответственно, это ремонтировалось и ехалось дальше. Мне кажется, вот я говорил до эфира, Алексей, что нужно было написать на фирму, или фирму, как правильно сказать, и сказать, что, ребята, вот я еду 13 тысяч здесь километров, я думаю, что они обязаны бы два новых велосипеда подарить. Напишите, что вот лопнуло, вот это. Мне кажется, это будет интересно. Алексей, куда дальше поедете? На Байкале-то я так и не был. На Байкале. Но каким-то другим маршрутом поедете? Ну, уже чисто по России, потому что Россию тоже хочется посмотреть. Тем более, надеюсь, там воды и, может быть, даже еды можно сэкономить. Я думаю, да. Или есть жадные люди, не дают ничего? Знаете, иногда бывает с кафе, где не дают просто так воды, не требуют за это денег, так же, как и зарядить телефон. И это и в России, и в других тоже странах это бывает. То есть люди есть, разные. А путешественника можно легко обидеть. Так что, если вы скоро увидите Алексея Курлукова, который на велосипеде в городском округе Люберцы наворачивает круги, это значит, он готовится к очередным поездкам. Напомню, что наш гость, велопутешественник, проехал 13 тысяч 10 километров. Стартовал он в апреле с городского округа Люберцы и прибыл в Владивосток спустя 5 месяцев на вот этом самом велосипеде, который он друг, да? Ну, я, да, я считаю, что да. Вдруг? Вот. Так что нас трое здесь. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Алексей Курлуков, Николай Пивненко. Желаем вам всего самого доброго и задумайтесь, может быть, вам тоже в жизни совершить что-то неожиданное. И, может быть, даже с помощью велосипеда. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова